Студент нынче несчастен, потому что он, конечно, приходит в университет, не умея учиться, не зная грамоти русской, не умея излагать. Его где-то к третьему курсу удается сейчас подтянуть до уровня, который в годы моей юности был у десятиклассников. Это такая совершенно стандартная схема по всем вузам. Единственное, что утешает, с плохим образованием у нас все не одиноко. Израильтяне стонут по поводу школьного образования, американцы стонут. Нет-нет, все по-разному экономят, и любой чиновник, он разный. Наши чиновники счастливейшие люди на планете по сравнению с израильскими, потому что у израильтяна тяжелая гласность. То есть, как говорит Шимон Перес, пресса делает диктатуру в этой стране невозможной, а демократию невыносимой. Смешно. Ну, это действительно так. То есть вас запинают, порвут на части через 30 секунд после того, как вы что-то сделаете. Что вы сделаете, неважно. Хорошее, плохое, не важно совершенно. Вы будете всю жизнь сидеть под лупой, у вашего дома будут демонстрации родителей, сторонников реформы, противников реформы. Но результат один и тот же. Падает уровень выпускников. Тяжелая проблема со школьным образованием, тяжелая проблема затем с вузовским образованием. Выходит на свободный мировой рынок масса преподавателей высокого класса, которым нечего делать в такой системе образования. И наши преподаватели высокого класса тоже выходят на свободный мировой рынок. Мы уже создали такое количество высокопрофессиональных школ фигурного катания, различных типов спорта, музыки всех типов, физики, математики, биологии, химии по всему миру, что в общем можем этим гордиться. Потому что понятно, что когда у вас чего разваливается внутри, то это дает некий выброс активного умного человечества наружу. И я думаю, что из тех 25% ВВП Соединенных Штатов, которые дает хай-тек, процентов 10, это то, что дал развалившийся Советский Союз Соединенным Штатам. По Израилю сильно больше. Там, я думаю, все процентов 40, как минимум, вот этого хай-тековского процветания. Но это то, чего нам тут не нужно.